вот он green cube мозг нашего института здесь находится компьютерный кластер который помогает нам обрабатывать миллионы а то и миллиарды событий данных или симуляции чтобы можно было найти дырочку смотреть вот этим мы занимаемся всем привет за моей спиной здание под названием она скрывает себя огромную вычислительную мощь сегодня у вас ведем самые глубины этого здания и вы увидите как все работает и Мы находимся в комнате, которая полна с неба. Такой ящик содержит 20 компьютеров по 20 ядер в каждом. Вот 400 ядер на такой час. Топор здесь 2 этажа, а будет 6. Посмотрите на эксклюзке. От каждого шкафа используется труба. Это водяное охлаждение. Здесь используется не могущество, а водяное охлаждение. Оно более эффективное и колоричное. Нам сейчас открыли один из шкафов, содержащих кластеры. Здесь помещение очень холодно, а когда нам открыли шкаф, кто-то повалил в такой жар, я почувствовала себя просто в пустыне Сахара. Как ты уже правильно говорил, у нас такой жар внутри шкафа. Если бы этой охлаждительной системы не было, я думаю, там было бы вообще в полет. А еще слышите ужасный шум и доработает охлаждительная система. Здесь не было ужасный шум и доработает охлаждение украины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если бы здесь была стандартная охранительная система, как в обычных серверах, здание было устроено непоумным, так скажем, то охлаждение наследало столько же мощности, какую съедает, собственно, вычисление. А здесь мощность охлаждения составляет всего 7%. Мощность требуемого на вычислении составляет 12 МВт. Соответственно, плюс 7% охлаждения получается там примерно 14 МВт. Люди подсчитали, говорят, что это обходится, кажется, в 1 МВт в год. Или в 12 МВт в год? 1 МВт. 1 МВт? Стоит 1 МВт. 1 МВт. А здесь 12 МВт. А здесь 2 МВт. Вот. Круто. Я надеюсь, что это даст хорошие плоды и здесь будут совершенно действительно интересные авторитеты. Круто. Вот дырочка. Вот грязь. Все на этом видео еще. Все это пустота будет заполнено и это даже будет выглядеть квантаж, как тот, на котором мы с этим были. Это, мне кажется, впечатляюще. Подновим сейчас 4 этажа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратите внимание, за моей спиной стена равненна на три части. Это тут огромное вертикальное широкое полотно, отличающееся от остального. Это специальная стена для трансформаторов. Трансформаторы находятся внутри. Они, как вы знаете, понижают подвижение с огромным высоким напряжением, нескольких километров, насколько я понял, даже высоких километров, до небольших напряжений. Они распределяют энергию налево и направо у сервера. Нам рассказали, что трансформаторы, они имеют тенденцию под таким напряжением, ну, как бы они бывают, взрываются. И специально таким образом поставлены, что когда они взрываются, чтобы они полетали в эту сторону, сквозь эту стенку, и как бы от нее тормозились. Но они летели внутрь, чтобы они не разрушали сервера. Вот, я не знаю, были ли случаи взрывов, видимо, еще не было, иначе мы его тут узнали. Ну, на крайней мере, такая система безопасности вот есть. КОНЕЦ Мощная система охлаждения, нам бы такую домой летом. А теперь мы вам откроем главный секрет этого здания. Почему, собственно, он называется Грин Куб? Ну, во-первых, как вы могли убедиться, это куб. Во-вторых, у него зеленые дизайнерские полоски и столбунки, на которых все держится. Но, на самом деле, это шутка. Грин Кубом он называется, потому что он помогает сохранить нашу природу. В его строительстве были использованы современные технологии. Во-первых, экологически чистые материалы. Во-вторых, современная электроника, которая позволяет уменьшить отходы производства. Уменьшить выброс для кислого газа. Смотрите, например, ребята, с Грин Куба. И не загружайте нас. Не загрязняйте нашу окружающую среду. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok